Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной. За повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Василий Дулепинских. Мы колесим по Пермским дворам и улицам на практичном семейном автомобиле Черри Бонус, любезно предоставленном компанией Демидыч, на улице Ким, 75. И для начала пара кадров дня от наших телезрителей. Фёдор Литвинов прислал фотографию витрины рыбного ларька на ипподроме. Объявление. Головой в стекло не биться. Судя по заклеенной скотчем трещине, бьются в это стекло регулярно. Ну а Игорь Мясников порадовал фотоснимком круглого кубика. Право же, у любого ребёнка от такой игрушки случится взрыв головного мозга. Полянка за домами 14 и 16 по улице Красина сплошь заросла ромашкой и полынью. Вы представляете себе, как классно должно здесь пахнуть? А нет. Пахнет отвратительно, пахнет мусором, потому что в двух шагах от цветов метров так 18-20 в длину и метров так 5-6 в ширину мусорный полигон. Как рассказали нам местные жители, мусор лежит давно. И куда они только не обращались, чтобы его убрали и поставили в конце концов нормальные человеческие контейнеры. Коммунальщики вроде как на словах и помочь-то не отказываются. Однако, как лежал мусор за 14 и 16 домами по улице Красина, так и лежит. Уже больше года. Технология переправы через улицу Куфонина на перекрестке с Подлесной поначалу такая же, как везде. Дожидаешься зеленого и идешь по зебре. А дальше начинаются свои интересности. Потому что зебра аккуратнейшим образом упирается в ограждение. Хорошо, ежели есть какая-нибудь спортивная подготовка. Тогда через него и перепрыгнуть можно. А ежели подготовки нет? В разных городах нашего обширного отечества то и дело попадаются памятники всевозможным самодвижущимся транспортным средствам. Чаще всего, конечно, танки на постаментах. Но иногда оказываются там машинки помельче, как, например, здесь. Здесь зелененький, облезленький запорожец. Нет, умом, конечно, понимаешь, что это всего лишь будка на автостоянке. Но все равно на кадр дня тянет легко. Вот таким увидела очередной обычный день Пермей-Пермяков съемочная бригада дежурного по городу. И на этом заканчивают свою трудовую вахту Игорь Гиндис и Василий Дулепинских. Нам только остается напомнить о том, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автора самого содержательного послания ждет бочонок царь кваса. Комплект фирменных бейсболок и хорошее настроение в придачу. А посему? Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рефей» в интернете. Пишите и звоните. Ждем с нетерпением. И это все на сегодня. Спасибо. Удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok